Девушки отдыхают В штате Огайо мужчина устроил резню В штате Висконсин готовится пересчитать голоса, отданные на президентских выборах Избранный президент США Дональд Трамп тем временем заявляет о фальсификациях в трех штатах Израиль нанес удары по позициям боевиков исламского государства в Сирии Правительственные войска заявляют, что взяли под контроль северо-восточную часть Олега Наказание без срока давности в Германии оставили в силе приговор бухгалтеру из Освенцима Ему 95 лет Это главная новость в США В понедельник университет штата Огайо подвергся нападению Сегодня утром на территории вузов столицы этого штата, городе Колумбус Разыгралась драма, едва не ставшая трагедией Неизвестный мужчина попытался устроить массовую резню Один из рассматриваемых следствием мотивов – терроризм За этой историей следит мой коллега Валерий Кипелов Он присоединяется к нам Валера, приветствую, насколько все серьезно И как удалось предотвратить гибель людей Приветствую, Тихон В Огайо на этот раз обошлось без жертв Но власти уже называют одним из возможных мотивов преступления – терроризм Имя нападавшего уже установлено – это Абдул Розак Али Артан 18-летний выходец из Сомали, обладатель американской грин-карты Артан был вооружен большим мясоразделочным ножом Вначале он протаранил толпу на скорости Затем выхватил нож и принялся рубить налево и направо Огнестрельного оружия у атаковавшего не было Что, вероятно, спасло ни одну жизнь Никто не погиб Ранения получили по меньшей мере 10 человек Их доставили в ближайшие больницы Врачи уже сообщили, что все пострадавшие будут жить Чего не скажешь о нападавшем Он был убит на месте Уже через минуту после того, как преступник въехал на машине в толпу К месту подоспел молодой охранник С восточнославянской фамилией Алан Харушка Который и застрелил нападавшего На события в Колумбусе быстро отреагировал Белый дом Сегодня утром президента проинформировали о случившемся Он распорядился держать его в курсе расследования ФБР находится в тесном контакте с местными органами власти в Колумбусе Еще предстоит собрать и проверить массу информации И, конечно же, в этой сложной ситуации все наши мысли и молитвы с жителями Колумбуса События утра понедельника развивались так Примерно в 9.45 по местному времени появились первые сообщения о предполагаемом стрелке Вскоре местные власти уточнили, что стреляли правоохранители, а не нападавшие На месте, помимо полиции и охранников университета, работало ФБР и АТФ Агентство, которое контролирует оборот оружия и взрывчатки «Беги, прячься, дерись» Это цитата твиттер-сообщения, адресованного всем учащимся университета штата Огайо в городе Колумбус Так, служба безопасности вуза отреагировала на первый сигнал об опасной ситуации в студенческом городке Занятия были немедленно отменены Студентов призвали избегать открытых пространств, затаиться или, в крайнем случае, бросаться на агрессора И любыми способами пытаться его обезвредить Я шел на занятия и увидел бегущих людей Была очень нервная ситуация Я подумал, о чёрт! Спустя примерно полтора часа стражи порядка убедились, что атаковавший действовал в одиночку После чего режим чрезвычайного положения в кампусе был снят Очевидцы утверждают, что во время атаки Абдул-Разак Али Артан не проронил ни слова А его взгляд напоминал взгляд сумасшедшего Расследование этой истории находится в активной фазе Если окажется, что это был всё-таки теракт, то этот случай будет резко выделяться из череды подобных преступлений Которые совершаются практически ежедневно по всей стране Тихон? Спасибо, мой коллега Валерий Кипелов Следит за расследованием сегодняшнего, едва не ставшего трагическим инцидента в Огайо К другим новостям На 20-й день после президентских выборов, которые, напомню, состоялись 8 ноября Определился победитель в последнем из 50 штатов Дональд Трамп официально опередил демократа Хиллари Клинтон в Мичигане Он получил 16 голосов выборщиков этого штата и в общей сложности 306 при необходимых 270 Трамп первый республиканец, победивший в Мичигане, начиная с 1988 года Даже без этого штата Трамп набирал необходимое для победы количество голосов выборщиков Но в новости из Мичигана есть одно важное обстоятельство Это один из трех штатов, где, скорее всего, будет произведен пересчет голосов Сегодня представители партии «Зеленых» сообщили, что в Мичиган отправлен официальный запрос о пересчете голосов Напомню, что Джилл Стайн, кандидат от «Зеленых», собрала более 6 миллионов долларов для того, чтобы проверить результаты голосования в нескольких штатах, включая Мичиган В лагере Хиллари Клинтон накануне заявили, что присоединяются к этой процедуре Ну а сегодня же в другом штате, Висконсине, сообщили, что к пересчету голосов все готово И пояснили, почему это необходимо Разница между Клинтон и новоизбранным президентом составляет 22 177 голосов Не знаю, что покажет пересчет Но даже если результат не претерпит изменений, это будет очень хорошая проверка Наши избиратели смогут быть уверены в том, что у нас справедливая система И мы не учитываем голоса, которых не было Мы не учитываем голоса мертвых, к примеру Очень важно знать, что наши выборы честные и справедливые Ну а что касается победителя выборов и Дональда Трампа, то он крайне негативно Отреагировал на планы Джилл Стайн пересчитать голоса В серии твитов в минувшие выходные он назвал эти планы мошенничеством А затем неожиданно заявил, что итоги выборов, в результате которых он стал президентом Все-таки пытались сфальсифицировать На своей странице в Твиттере избранный глава Белого дома написал Я процитирую, плюс к тому, что я выиграл по голосам выборщиков Я победил и по голосам избирателей Если не учитывать те из них, которые были отданы незаконно Вбросы, по его мнению, имели место как минимум в трех американских штатах В Вирджинии, Нью-Гемшире и Калифорнии Впрочем, пересматривать эти результаты пока, во всяком случае, он не намерен Однако предлагает пересмотреть другое Отношение Америки с Кубой Избранный президент США пообещал отменить заключенные Обамы И соглашение о налаживании отношений с Гаванной Если, еще одна цитата, кубинское руководство не улучшит жизни кубинцев Кстати, с Трампом согласны многие кубинские мигранты, проживающие в США Я думаю, он прав Он делает то, что обещал И давно пора Уверен, что США не должны были заключать сделку с Кубой Думаю, Трамп гораздо правильнее, чем Обама, отреагировал на смерть Кастро Реакция Обамы была непонятной То ли позитивная, то ли негативная Этот человек был врагом Соединенных Штатов Поэтому, когда Обама говорит, что теперь мы друзья, у нас налаживаются отношения Я так не считаю Нельзя поощрять диктаторов Обама два года назад давал им все, что они хотели Но они не сделали ровным счетом ничего Ни уважения к правам человека Ни свободных демократических выборов Ну а тем временем в Гаване началось всенародное прощание с Фиделем Кастро Отдать дань памяти команданта собираются сотни тысяч кубинцев Прием! 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 Под крики Фидель к площади революции в кубинской столице, где Кастро произнес многие из своих знаменитых речей В понедельник пришли студенты Совершенно искренне они говорят, что не только Куба, но и весь мир потерял великого человека Учащиеся местных вузов оставляют свои подписи под клятвой, подтверждающие их верность идеям кубинской революции 90-летний Фидель Кастро скончался в минувшую пятницу По воле вождя кубинской революции его тело было кремировано Урна с прахом Кастро сейчас выставлена в мемориальном комплексе в Гаване К нему выстроилась гигантская очередь Захоронят урну 4 декабря в Сантьяго де Куба Ну и еще одна тема связанная с Кубой На остров Свободы с сегодняшнего дня могут летать все жители США Авиакомпания American Airlines запустила регулярные коммерческие рейсы из Майами в Гаванну Ранее до Кубы можно было долететь лишь чартерным рейсом И предназначались они только для определенных категорий граждан Например, тех, у кого на острове были родственники Причем и это стало возможным только два года назад После того, как Обама заключил договор об улучшении американо-кубинских отношений Страны, напомню, восстановили дипломатические связи и обменялись послами Отмечу, что перелеты из Майами в Гаванну занимают всего 29 минут Правда, что будет с перелетами, если Трамп пересмотрит отношения с Кубой, остается лишь гадать Это новости на РТВ и далее в нашем эфире Израиль нанес удары по позициям боевиков исламского государства в Сирии Правительственные войска заявляют, что взяли под контроль северо-восточную часть Алеппо Ну и наказание без срока давности В Германии оставили в силе приговор бухгалтеру из Освенцима Ему 95 лет Все это через пару минут на РТВ и оставайтесь с нами Это новости на РТВ и меня зовут Тихон Зитко и мы продолжаем выпуск В Сирии правительственные войска рапортуют о том, что полностью восстановили контроль над северо-восточной частью Алеппо Бои там продолжались около суток Между тем на первые полосы мировых СМИ вышла запись в Твиттере 7-летней жительницы этого города Я видела смерть и чуть не умерла сама, пишет она Школьница из Сирии Бана Алабет пишет свои твиты по-английски Ей помогает мама, учительница английского языка Девочка рассказывает о своей жизни в восточной части Алеппо, которую пока контролируют противники президента Башара Асада Страницу в Твиттере Бана вместе с матерью начала вести почти два месяца назад Они публикуют шокирующие снимки и видео практически с линии фронта Накануне девочка написала, сегодня у нас нет дома, его разбомбили, я попала под обломки Я видела смерть и чуть не умерла сама Чуть позже мама Баны написала, что семья успела спастись бегством Где они находятся сейчас, неизвестно Между тем, Вашингтон не оставляет попыток прийти к соглашению с Москвой Предусматривающему завершение осады северной столицы Сирии По данным влиятельного издания Washington Post Активизировать обсуждение вопроса госсекретаря Джона Керри заставляет не только масштабный гуманитарный кризис в регионе Но и перспективы того, что избранный президент Дональд Трамп после прихода к власти заключит другую сделку с Кремлем Иными словами, сдаст Сирию Путину В Вашингтоне не исключают, что Трамп может отказаться от поддержки сирийской оппозиции и перейти на сторону президента Асада Ну а тем временем, израильская авиация нанесла удар по объекту исламского государства в Сирии Атаке подвергся пункт ИГИЛ на сирийской стороне голландских высот В результате убиты четыре боевика группировки Иерусалим впервые официально признал факт авианалета на позиции исламистов в Сирии При этом, израильское руководство заявило, что подобным жестким образом будет реагировать, цитирую, на любую провокацию на своих границах Об обстановке на голландских высотах узнаем у моего коллеги Евгения Савы Он выходит с нами на связь Женя, добрый вечер, вам слово Добрый вечер, Тихон В израильском политическом руководстве, в израильской армии очень серьезно относятся к тому, что произошло за минувшие сутки на территории голландских высот Здесь оперируют такими терминами, как провокация, жесткий ответ И, конечно же, обещают не оставить без внимания в будущем подобные инциденты Ну, все началось в воскресенье утром, когда по израильским солдатам, которые патрулировали границу, был открыт огонь Солдаты тут же определили место Это были несколько боевиков одной из исламистских организаций, которая, кстати, ассоциирует себя с ИГИЛом На место был вызван военный вертолет, который нанес удар с воздуха Четыре боевика этой организации были уничтожены на месте После чего по израильской территории были выпущены три минометных снаряда А жители одного из поселков на юго-востоке голландских высот даже получили предписание спуститься в бомбоубежище И вот в ответ на эти обстрелы уже в ночь с воскресенья на понедельник Израильская авиация нанесла удар по одной из баз боевиков Причем ранее эта база использовалась силами ООН, как раз недалеко от границы с Израилем При службе армии отвечают, что были сброшены по меньшей мере 10 бомб весом в тонну каждая Это здание было уничтожено, которое служило базой для боевиков И об этом инциденте в понедельник в Хнессете говорил премьер-министр Бенемини Танягу Мы внимательно следим за развитием ситуации и продолжаем придерживаться четкой линии поведения Хочу подчеркнуть, что мы не потерпим даже случайных инцидентов и будем жестко реагировать на подобные провокации Мы не позволим радикальным группировкам открыть террористический фронт на голландских высотах Тихо на этой теме коснулся и министра оборона Виктор Либерман Он также говорит о жесткой реакции на подобные провокации Ему, кроме того, был задан вопрос, координировала ли израильская армия свои действия с российскими военными Которые действуют на территории Сирии, по мнению Либермана Такие ответные меры не требуют никакой координации На каждую атаку против наших солдат и против нашего суверенитета последует жесткий ответ И мы не собираемся с кем-либо его согласовывать В данном случае армия засекла точное место, из которого был открыт огонь и нанесла удар В противном случае мы считали бы виновными за обстрел нашей территории армию Асада А теперь главный вопрос, как будут развиваться события на сирийско-израильской границе Все понимают, что удар по боевикам исламского государства – это такая, я бы сказал, новая реальность До этого момента удары наносились в основном по позициям сирийской армии Либо по позициям боевиков Хизбалла в Южном Ливане Сейчас в израильской армии понимают, что боевики могут попробовать совершить подобную провокацию Поэтому в северном военном округе израильские военные продолжают оставаться в повышенной готовности И, как отмечается, готовы к подобным провокациям Тихан Спасибо, Женя Мой коллега Евгений Сова следит за ситуацией на сирийско-израильской границе К другим новостям Верховный суд Германии оставил в силе приговор на 95-летнему бухгалтеру из Освенцима Так его называют Летом прошлого года он был признан виновным в пособничестве убийству 300 тысяч человек И приговорен к четырем годам заключения В годы Второй мировой Оскар Грёнинг работал в Освенциме Проверял багаж прибывающих в лагере евреев Вел учет ценностей, конфискованных у заключенных Сам Грёнинг признал, что с момента своего появления в концлагере Он знал о расправах над евреями в газовых камерах Но пособничество в массовых убийствах отрицал Коллективный иск против Грёнинга подали 20 бывших узников Освенцима и их близкие Перед началом суда обвиняемый попросил у всех прощения Добавлю, что высший судебный орган Германии по уголовным и гражданским делам Впервые признал виновность сотрудника концентрационного лагеря Лично не участвовавшего в убийстве Неожиданную скандальность и неожиданно скандальную популярность Приобрело за границей России Самое рейтинговое шоу первого канала российского телевидения Ледниковый период — номер об узниках концлагеря В исполнении супруги пресс-секретаря президента Путина Вызвал ожесточенные споры в соцсетях Причем подключились к ним и те, кто о ледниковом периоде ранее никогда не слышал В суть скандала вникла моя коллега Елена Мещерякова Невероятная безвкусица, шоу «Леденящая кровь» Просто нет слов Все крупнейшие зарубежные СМИ, включая израильскую газету АРАЦ и американский телеканал СНН Выдали свои онлайн-рецензии на последнее ледовое выступление Супруги пресс-секретаря российского президента Не такой реакции на свой инстаграм ожидала Татьяна Навка Посмотрите обязательно один из моих любимых номеров По мотивам одного из моих любимых фильмов «Жизнь прекрасна» Покажите этот фильм своим детям обязательно Не все посмотрели, но сами фото, концлагерные робы и фигурные коньки Слишком яркое несочетание Комментарии последовали мгновенно и совсем нелестные Даже Сара Сильверман, известная американская комедийная актриса-еврейка Которая позволяет себе шутить на такие темы Трижды повторила крупным шрифтом О боже мой Запад снова не понял Россию, а Россия — Запад Официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова Оставила на своей странице в фейсбуке внушительный пост Мир возмущается коньками, а снос памятников воинам-освободителям его не волнует И таких примеров множество Номер им не понравился Образ узников-освенцемы, видите ли, не так воплощен на льду, как надо Защитники толерантности — ничего подобного Лицемеры и лгуны Причем трусливые лицемеры и лгуны Отрабатывающие политический заказ Социальные медиа заметно повысили трафик на обсуждении скользкой темы И докатились до прямых оскорблений Хотя те, кого она касается напрямую, не столь категоричны В Нью-Йоркской штаб-квартире Claims Conference советует не забывать, что именно русские, а не американцы, освободили освенцем И вообще у России другой взгляд на катастрофу С моей личной точки зрения это неприемлемо Это в конце концов безвкусно — сочетать память о катастрофе и развлекательное шоу Но если смотреть шире, мы живем в мире, где на улицах рисуют свастики, открыто выражая ненависть другим И, конечно, выступление русских на льду совсем не тот случай Здесь нет иронии и ненависти Фигуристы-фигуранты скандала предпочли не реагировать Илья Авербух, постановщик номера, заявил, что обсуждать нечего Партнер Татьяны Навки Андрей Бурковский вообще не понял, что вызвало такой негативный ажиотаж А сама Навка подчеркнула еще раз Номер поставлен по мотивам итальянского фильма «Жизнь прекрасна» Фильм обладателя Лос-Анджелесского Оскара и Каннской пальмовой ветви О том, как родители ради спасения своего сына превращают жизнь в концлагере в большую игру Где главный приз — жизнь Хореографический пересказ сюжета вызвал противоречивые чувства даже у постоянных любителей шоу В том числе и в Нью-Йорке на полуеврейском Брайтон-Бич Дело в том, что они как будто прокручивали на льду сценарий этого фильма Но бог их знает, выбрали такую тему Так что вообще грустно было смотреть Это не тот жанр, который можно на лед это перенести Это вообще кощунство, я считаю Кино, театр, музыка — Холокост осмыслен, кажется, во всех видах искусства Но узенький концлагеря на катке все равно, что на цирковом манеже Создатели шоу ходили по лезвию конька и не заметили, как нанесли рану Тем, кому до сих пор больно Елена Мещерякова, Ксения Муштук, Александр Бабаев, Владимир Бадиков, телекомпания RTVI, Нью-Йорк В завершение выпуска перенесемся в Россию Ильдар Дадин — очень талантливый имитатор с великолепным артистизмом и потрясающим воображением Такое заключение сделали в Федеральной службе исполнения наказаний России Я напомню, речь идет об оппозиционере, заключенном в Сигежской колонии Это в Карелии, в письме жене Не так давно он рассказал о пытках и издевательствах, которым систематически подвергается за решеткой И вот сегодня чиновники ФСИН обвинили Дадина во лжи А многочисленных правозащитников раскритиковали за распространение Еще одна цитата — недостоверной информации и намеренной дестабилизации обстановки Приведу отрывок из того самого письма Ильдара Дадина жене 11 сентября 2016 года ко мне пришел начальник колонии Косиев с тремя сотрудниками Они вместе начали меня избивать Всего избивали за этот день 4 раза По 10-12 человек одновременно били ногами После третьего избиения опустили голову в унитаз прямо в камере Ильдар Дадин — первый в России осужденный По статье о неоднократном нарушении правил пикетирования депутаты Европарламента Приняли резолюцию с требованием освободить Дадина Поскольку он был осужден за реализацию права на свободу слова Ну что ж, это все новости к этому часу Я, Тихон Зитко, с вами прощаюсь Всего доброго, оставайтесь на РТВ